МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. Новые лидеры высшего образования Сколково по заказу Минобра подготовят управленцев. Юный политический инициативный город. В Москве открылся Центр молодежного парламентаризма. Осенняя сессия на Алтае. В Барнауле проходят Дни молодежной науки. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов ранним утром в понедельник собрал 100 руководителей вузов Сколково. На вопрос, зачем ему это было нужно, ответит Наталья Ершова. Три человека на место. Почувствовать себя абитуриентами пришлось проректорам и ректорам высших учебных заведений. Для участия в программе новые лидеры высшего образования из 300 человек выбрали 100. Задачу руководителей, попавших в это число, в шутку называют миссией. Их вузы должны войти в топ-100 ведущих мировых университетов. Каждый участник будет задействован в конкретной рабочей группе. Довольно большой блок будет проектной разработки. Здесь будет 15 проектов двигаться. Все участники будут разрабатывать 15 проектов с начала и до конца. Например, новый дизайн инженерного образования, новые подходы к педагогическому образованию, региональная кластеризация вузов, как могут существовать современные отраслевые кластеры вузов, как повысить академическую мобильность, что мы можем предложить министерству. За каждым проектом закрепят эксперта из Миноборнауки. Главное условие – идеи должны быть жизнеспособны. Философствование на бумаге нас не интересует, подчеркнул министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Мы будем просто закрывать, прекращать работу тех групп, которые, как мы увидим, не будут делать прогресса и не будут производить чего-то интересного и полезного. Не обижайтесь на это, но тратить время и деньги на бессмысленную деятельность мы точно не будем. Теоретические выкладки порой безопаснее, чем неудачные эксперименты, парировали присутствующие, приводя в пример недавний мониторинг эффективности вузов. Министерство предложило разработать такие критерии сообща. Однако работать на актуальных направлениях смогут не все участники. Уверен, что будет жесткая конкуренция. Люди захотят участвовать в каких-то эксклюзивных направлениях проектной работы. А в одной группе может быть от силы 7-8 человек. Поэтому здесь будет внутренняя конкуренция. Стимулировать новые идеи планируют больше кнутом, нежели пряником. Министр объявил о том, что вуз может лишиться статуса федеральный или научно-исследовательский, если не достигнет сроки поставленных результатов. Наталья Иршова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Неэффективные вузы уже выявили. Теперь время обсудить, как улучшить ситуацию в сфере образования. И не только высшего, но и профессионального. Этим и другим вопросом посвятили работу Всероссийского форума руководителей образовательных учреждений. На открытии форума побывала Ольга Афонина. Здравствуйте, робот. Меня зовут Ольга, а вас? Добрый день. Меня зовут робот Борис. Добро пожаловать на специализированную выставку «Индустрия образования-2012». Такого робота, говорят, можно отправить за школьную парту. Учиться будет, правда, не он сам, а его оператор. А оператором может стать ученик, у которого нет возможности самостоятельно посещать школу. Интерактивное обучение занимает свое место в системе школьного и университетского образования. Простые химические опыты с колбами и пробирками давно в прошлом. Здесь мы, допустим, вводим раствор, в данном случае обыкновенная вода, и нажимаем измерить. Ваши воды, кстати говоря, из-под крана, здесь 7,3, практически нейтральная среда. Все эти стенды наглядно показывают участникам Всероссийского форума руководителей образовательных учреждений, насколько современные технологии в сфере образования могут помочь в учебе и работе. Об этом говорили на конференции открытия форума. Когда параллельно с форумом проходит выставка, это очень эффективно. Есть возможность изучить опыт образовательных учреждений, организаций, которые связаны со сферой образования. Настолько я понимаю, преимущественно здесь представлены образовательные учреждения и организации, которые поддерживают российскую систему образования. И много интересных материалов, которые могут быть полезны руководителям образовательных учреждений. На конференции обсудили вопрос реализации задач образования и сохранения при этом здоровья учащихся. Ведь в этой сфере не все так радужно, как хотелось бы. По статистике, в 12% школ России нет элементарных вещей – централизованного водоснабжения и канализации. Ольга Афонина, Данил Свидерский, телеканал «Просвещение». Молодые москвичи возьмут обустройство столицы в свои руки. В Москве открылся первый в России центр молодежного парламентаризма. В рамках мероприятия состоялось вручение ежегодной премии «Молодой парламентарий-2012». Награда досталась активистам, проявившим себя в этом году в творческих и социальных проектах, экологии и организаторской работе. Тему продолжит наш корреспондент. Таким это здание было раньше, а вот так оно выглядит сейчас. Старый невостребованный кинотеатр Одесса превратился в центр притяжения москвичей – центр молодежного парламентаризма. Юридически он уже существовал, но дом обрел только в этом году. Сюда пришли молодые парламентарии общественных организаций города. Двери центра открыты для москвичей в возрасте от 14 до 30 лет, независимо от политических взглядов и религиозных воззрений. «Здесь мы учим ребят иметь свою точку зрения, высказывать ее не бояться, публично ее высказывать. Ну и, конечно, самое главное для наших депутатов – это помогать людям. Кем бы ты ни был, приверженцем какой-либо партии, если ты не помогаешь населению, которое к тебе обращается, если ты не предлагаешь к этому усилию, грош тебе цена». Площадка для дискуссий и дебатов – интернет-кафе «Интерактивная карта Москвы». В центре молодежного парламентаризма ждут не только будущих политиков. Организаторы уверены – быть общественно полезным городу может каждый. Волнуют проблемы экологии? Есть идеи дорожной развязки? Заметили, что в вашем районе нет пандусов? Соберите инициативную группу и предложите свой проект муниципальному управлению. «Я про свой район могу рассказать, в принципе, сейчас стало очень известным, потому что Сергей Семенович Собянин увеличивает Большую академическую, и на данный момент там проблема стала с деревьями. Вот сейчас готовим определенный проект, чтобы и деревья у нас были, и место для отдыха, и место для спортивных площадок, потому что будет увеличивать дорогу, это говорит о том, что экология будет ухудшаться». Московский молодежный парламент работает 6 лет. За это время, говорят его участники, сделаны немало. Успешных активистов поощряет премия молодой парламентарии. В этом году лучшим оратором стала участница команды Московского гуманитарного университета Екатерина Баваева. И все же на сцену чаще всего поднимались представители сильной половины человечества, владеющие и искусством убеждать и реализовывать. «Один из проектов, который реализуют уже несколько лет, это проект «Дороги Победы». Мы посещаем города-герои. Проект рассчитан на 5 лет, до 2015 года, к очередной годовщине «Победы». Новый проект, который сейчас будет реализован с 2013 года, это образовательный проект, он направлен для школьников, победителей программы «Молодой избирательный». Этот центр на Юго-Западе столицы первой, но далеко не последней. В департаменте семейной и молодежной политики считают, что подобные площадки должны быть в каждом административном округе Москвы. Для социально активных молодых людей важно не только приносить пользу, но и, что называется, быть в тусовке. А когда она еще и результативна, это вдвойне приятно. Александр Стрельников, Андрей Хаустов, телеканал «Просвещение». Никто не расскажет о жизни университета лучше, чем те, кто там учится. Каждый день это доказывают представители студенческих ТВ. А мы в рамках проекта «Медиакарта» Высшей школы России представляем вам их работы. В эти дни географические исследования в регионах Азии и филологические аспекты психологии обсуждают на Алтае. Барнаул принял форум «Дни молодежной науки». Рассказывают об этом корреспонденты Алтайского государственного университета. Началась осенняя сессия «Дни молодежной науки» в Алтайском государственном университете. Раньше проводили только весеннюю. На открытии были представлены проекты программ развития студенческих объединений. Один из самых ярких проектов – фестиваль науки – представил куратор Андрей Соколов. Особенность проекта – рассказать о науке простым языком и ненадолго почувствовать себя настоящим ученым. Юристы те же проводят очень популярные мероприятия, секреты криминалистики, которые будут в плане детектива, то есть какое-то расследование и нахождение какого-то преступника. «Шаг в науку» – так называется программа, созданная для тех ребят, которые только начинают свою научную деятельность. У всех возникают такие вопросы, как, например, как оформить заявку на грант или как опубликовать тезисы в научном журнале. Мы со спикерами из числа профессоров и специалистов университета подготовили множество семинаров, лекций, тренингов, которые помогут ответить студентам на все интересующие их вопросы по этой теме. Кроме этого, студентам были вручены сертификаты за победу в конкурсе на соискание грантов на научные конференции и стажировки. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова